Жить за счет жены и родителей в 35 лет. Нормально это или не нормально, хочу вам рассказать, потому что мне такой вопрос постоянно задает мой приятель, он подписчик мой, он часто это спрашивает у меня, один и тот же вопрос мне задает, решил ответить в видео. Если у тебя есть квартира, машина, загородный дом, а у него именно так и есть, пускай у него машина не слишком дорогая, квартира тоже не слишком дорогая и не новая, загородный дом не коттедж, то первостепенные причины финансовые уже и цели закрытые. И их закрывает, как правило, эти всякие процессы жена и мать у него, он сам не может найти работу месяц тут, месяц грузчиком, месяц сварщиком, месяц там, месяц тут, месяц там, месяц в такси, 5 лет потом не работа, еще где-то и так далее. Не может он найти работу. Если у тебя первостепенные факторы, такие как жилищные, транспортные, закрытые и у жены хватает денег, чтобы заплатить за кварплату, купить продукты, заплатить за ребенка в садике, купить ребенку игрушки, лечением оплатить, то это нормально, в этом ничего плохого нет. А если не хватает этого, нет ни жилья, ни машины, ни квартиры, ни еды, ни продуктов, или живете вы не знаю где с тараканами, но это очень плохо. Тут две очень сильные крайности. Одна, первая, это комплекс, когда ты комплексуешь, что за тебя жена заплатила. И вторая, это крайность, когда у тебя уже нищета, которая тобой овладевает, ты ничего не хочешь делать, это с ленностью связано. Очень серьезные две крайности. Зарплата жены, если хватает на кварплату, на продукты, на то, на сё, это уже неплохо. Многие будут говорить, что это очень плохо, когда кто-то висит на чьей-то шее. Или очень плохо, или наоборот хорошо, когда женщина платит за мужчину, всё, надо сразу жениться в ЗАГС её брать. Или наоборот не брать. Мнения очень сильно разделяются, как мужчина и женщина на этот счёт. Я вам скажу, в случае из своей личной жизни, у меня была девушка, которая говорила, мы только платим пополам. Ты за меня не должен платить, ты только за себя, только везде пополам. И мы реально везде ходили по каким-то заведениям, когда-то платили только пополам. Вторая была, она поплатила также пополам и за себя, и иногда чуть-чуть где-то за меня. И первая, и вторая, как оказалось, работают на специализированном сайте, втихаря предоставляют кое-какие услуги, как потом уже оказалось, когда я это узнал. Третья у меня была, которая говорила, что всегда парень должен, четвёртая была, должен да плюс квартира, должен да плюс машина. К чему я это всё рассказал? К тому, что нету привязки никакой к деньгам. То, что платит, не платит, за себя, за пополам, ты за неё плачешь, а она тебя содержит. Абсолютно никакой разницы не имеет. Если человек гнилой, то он уйдёт от тебя, когда у тебя не будет денег. Если у него нутро не очень хорошее, гнилой, то он кинет, уйдёт в самый твой неподходящий момент, когда ты в кризисе без денег находишь. Если человек нормальный, то он видит, что ты в 35 лет не можешь просто найти работу, у тебя не получается. Или ты находишь, тебя туда туда выгоняют, или ты мало там зарабатываешь. Если человек нормальный, он к этому нормально отнесётся. И нету тут такого, что платить она должна, да пополам, не пополам, мужчина не должен, женщина за мужчину должна. Абсолютно нет. У меня были и такие, и такие женщины. И всё равно ушли они от меня. Ну как ушли, в некоторых случаях я уходил, когда узнавал, что они промышляют чем-то не очень. В некоторых случаях они мне говорили, всё, до свидания, я переобулась, нашла такого-то, который богаче, или такого-то, который беднее, но зато веселее с ним. И так, и так. То есть не цепляйтесь никогда за то, кто за кого платит. Никогда за это не нужно цепляться. Кто за кого заплатил. Человек, который изначально в чешуе был, в защитной, скрывался, и потом у него вскрылось, ну трон не очень хороший, он всё равно уйдёт. Платишь ты за него, не платишь ты за него. Анализы тебя платят, даже если полностью тебя содержат, тоже может выходку сделать. А нормальная женщина, жена, она видит, ты не можешь найти работу, но зато, если когда у тебя появятся деньги, если ты нормальный мужик, то ты и заплатишь, и за жену, и за ребёнка, за всё заплатишь. Например, моему приятелю 35 лет, ну ему осталось до пенсии лет 30-35. Потом он уже с пенсии будет помогать семье, и обязательно. И жена это знает у него. И ребёнок это знает. И мать знает, что потом с пенсии, когда ему будет 70, он будет обязательно помогать. Родителям, ну или во сколько на пенсию, и тогда будут уходить через 35 лет, не знаю. Что касается жить за счёт родителей. Плохо это или хорошо? Когда вы заводите домашнее животное, например, кота или собаку, вы уже не требуете с него, чтобы ваш барсик ходил на работу? Нет? Нет. Главное, чтобы барсик желательно выполнял какие-то свои обязанности. Например, ловил мышей, не гадил, ходил в лоток. Родители хотят увидеть в детях то, что они не реализовали в жизни, и слепить из них что-то. А если ребёнок что-то делает, или муж что-то делает, сын что-то делает, взрослый, 30-летний, 40-летний, выполняет какие-то обязанности, не просто лежит на диване. Например, мать приходит с работы, а там всё сготовлено. Или жена приходит с работы, всё убрато, сготовлено, поглажено, постирано. То есть он выполняет свои обязанности. То это большой плюс. Если лежит на диване, ничего не делает с сигарой, и бухает, ну ничего не делает. Это уже плохо. А всё остальное, когда ты выполняешь обязанности, стирку, готов, неважно, любую, но которая помогает жить, пусть даже без финансовых вложений, какой-то уют, очаг, ты мотивируешь свою мать, или жену ты мотивируешь, чтобы они зарабатывали хорошо, то это наоборот плюс. Плюс в данном случае я считаю, что у моего товарища комплекс немножечко, от него нужно избавляться. У него комплекс такой, что он должен, как мужчина, чего-то там кому-то чё-то должен. Никто сейчас уже ни на чё не смотрит, никто сейчас уже никому ничего не должен в наше время, не поймёшь чё. Кто кому чего должен. Не нужно привязываться к тому, что социум нам диктует, кто за что платить. Я вам рассказал, у меня было таких женщин, которые и за меня, и я за них, всё равно.